Здравствуйте! Это Актуальное интервью. Я Андрей Погорелов. Мы обсуждаем актуальные вопросы и события. Сегодня гость нашей студии, первый заместитель министра финансов Республики Павел Николаевич. Здравствуйте! Да, Андрей, добрый день. Рады приветствовать вас в нашей студии. В 2017 году Якутия стала пилотным регионом по программе инициативного бюджетирования. Расскажите, какие уже есть результаты? Ну, если сказать, что есть федеральная программа, это развитие инициативного бюджетирования субъектов Российской Федерации на 2016-2018 годы. Она реализуется в рамках подписанного соглашения между Министерством финансов Российской Федерации и Всемирного банка. В данной программе участвует 46 субъектов Российской Федерации. Она, в первую очередь, нацелена на поддержку и развитие инициатив населения. Это идут в основном на решение актуальных задач местного значения, на благоустройство территорий, обустройство дворовых площадок, детских площадок, обустройство мест массового скопления населения, мест проведения национальных, культурных мероприятий. То есть это направлено на развитие местных инициатив. В 2017 году в республике мы внедрили вот этот первый раз пилотный проект. У нас 5 муниципальных образований участвовали в данном пилотном проекте. Это Хангалацкий район, Уселданский, Верхневилюйский, Чурабча и поселок Жатай участвовало. Очень активно участвовало население. В государственном бюджете республики у нас было предусмотрено в этом году 32 миллиона рублей. Очень активно население встретило данный проект. Приходили все с хорошим настроением, в национальных костюмах, с плакатами. То есть население само выбирало тот проект, который они хотели бы видеть. Получается у нас из 56 заявок было выбрано, отобрано, участвовало в конкурсе. И 32 заявки выиграли в 2017 году. Но как вообще население в целом воспринимает данную программу? Очень хорошо воспринимают. Вначале мы опасались, что в данной программе подразумевается софинансирование. До 1 миллиона рублей выделяет государственный бюджет республики. Не менее 5% идет софинансирование с местного бюджета. И не менее 3% идет софинансирование населения. Это самый важный вопрос для населения. Почему население должно здесь участвовать? Если посчитать, то получается 3% от 1 миллиона рублей, это 30 тысяч рублей минимальный взнос. Если раскидать там, если населенный пункт 200 человек, то по 150 рублей с человека. То есть это не такая большая сумма. Но сам эффект в том, что когда население само выбирает проект, хоть рубль софинансирует, вкладывает свои деньги, то уже и отношение к данному проекту совершенно другое. Идет у нас общественный контроль при возведении, строительстве данных площадок, мероприятий. Текущий контроль при вводе и дальнейшей эксплуатации. То есть население само уже выбирает и контролирует сохранность данного объекта. Какие-то конкретные примеры можно привести в проектах, которые уже были реализованы муниципальными образованиями? Ну вот слайды у нас есть, если показать, да, что вот, допустим, муниципальное образование Соловьевский наслег, Черопчинский улус. Проект ремонт дома народного творчества. Вот тут можно наглядно видно, как на камеру, как до и после. То есть население выбрали. Вот также муниципальное образование Качикацкий наслег, Хангалатский улус. Проект облицовка фасада здания Центра культуры Сарал в Качикацах. Вот население само выбирает, как вот как раз-таки должен в нашем случае выглядеть тот или иной объект уже после, получается, реконструкции, ремонта. Вначале концептуально население на общем собрании выбирает именно, что будут делать, ну, облицовка дома культуры, общим голосованием они выбирают этот проект. Дальше следующий этап – это уже подготовка проекта. То есть совместно инициативная группа, совместно с муниципальным образованием делают уже проект, подают заявку, формируют и отправляют там в Министерство финансов, проходят конкурсный отбор. Там одно из основных критерий весомых при отборе – это количество населения, сколько пришло, так ждет софинансирование, там могут софинансировать население, также и предприниматели. Можно не только денежном выражении, но и физическом. Кто-то предоставляет транспортные средства, там технику для проведения работ, кто-то материалами, краской, работами, население выходит на народные субботники, убирает, красит, то есть очень эффектно. Если сказать, что в 2000-е годы у нас начинался проект «2000 добрых дел», вот как раз это наподобие этого проекта, когда само население выходило, строило объекты. Только здесь одно принципиальное отличие, что нет капитальных вложений, не подходят объекты строительства. Только те объекты, которые можно возвести в течение одного календарного года. Павел Николаевич, как Вы сами считаете, как данная программа вообще скажется на развитии республики? Очень положительно, конечно, скажется. В первую очередь, это идет диалог с властью, это доверие к власти. Население, как я еще раз говорю, само выбирает, никто ему не навязывает эти объекты. Сами выбрали, их строят. Ну, опять же, благоустройство территорий, это развитие муниципальных образований. Они же, это дополнительно идут средства к тем программам, в которых участвует муниципальное образование. То есть, они могут участвовать в отдельных программах по благоустройству в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства, там, в Дорожном фонде, но обустройстве дорог. А эта программа, именно, дополнительно для внедрения инициативы населения. А какие проекты еще были реализованы в 2017 году и с какими сложностями, возможно, сталкивались в процессе их реализации? Ну, если взять, у нас идет содержание дорог, ремонт объектов культуры, обустройство детских площадок, обустройство спортивных площадок, объекты водо- и теплоснабжения, благоустройство территорий и прочее. Это въездная арка, уличное освещение. То есть, вот эти вот на 32 миллиона делают вот эти проекты трудности. Это у нас, опять же, пилотный проект. Мы начали маленько поздно, ну, с января месяца начали. Поэтому пока прошли общее собрание, пока была подготовка проектов, консультация муниципальных образований для подготовки заявки и оформления там проектов. В связи с этим конкурс провели в мае месяце, потом пока реализовывали. Ну, средства мы отправили в муниципальное образование в августе месяце. То есть, сложность в том, что поздно финансирование. Ну, это по объективным причинам. Из 32 объектов у нас в этом году заканчивается полностью порядка 10 объектов. Остальные у нас перейдут на следующий год. Будут закончены. Там связано с климатическими условиями. Павел Николаевич, ну, расскажите о планах министерства на 2018 год. Сумма субсидий, сколько средств заложено в республиканском бюджете? Были ли какие-то изменения в бюджете, скажем так, по сравнению с 2017 годом? Да, эта программа у нас, Егор Афанасьевич поддержал данную программу. В послании главы республики также было озвучено, что будет поддержка именно инициативного бюджетирования. В этом году у нас, в следующем году будет предусмотрено 500 миллионов рублей. Будут участвовать все муниципальные образования. Также мы внесли изменения в порядок с тем, что от до тысячи человек может принимать участие одна заявка. До тысячи человек в населенный пункт. От тысячи до пяти тысяч населения две заявки по миллиону. И от пяти тысяч до ста тысяч рублей три заявки. И от районных центров также три заявки. И по районным центрам сумма максимальная одного гранта полтора миллиона рублей. Также мы определили северные арктические районы, 13 муниципальных образований. В связи с тем, что у них транспортная логистика намного дороже, чем в центральной части республики. У них каждый объект заявка до полутора миллиона рублей, величина на 500 тысяч рублей. Какая подготовительная работа проводилась с муниципальными образованиями? Мы начали уже в этом году, с октября по декабрь. Проходили встречи, семинары обучающиеся. Обучали муниципальные образования. Проходили встречи с населением. У нас, получается, подтвердили участие 367 муниципальных образований. Это 89,5% от общего числа муниципальных образований в республике. Из них отобрано, на текущий момент проведено 352 итоговых собрания с населением. То есть 352 итоговых собрания, на нем будут отобраны заявки, проекты, и дальше они будут участвовать. Что хотел бы сказать, что у нас в крупных районных центрах на собрании присутствовало свыше тысячи человек. Это очень хороший показатель. У нас с нами работают представители Всемирного банка, нам консультируют, помогают. И они были очень удивлены. В других регионах, конечно, такой активности населения нет. Вот у нас, допустим, в селе Майя, Мегинокангаласского улуса, для выбора проекта собралось 1422 человек. В селе Чуропча 1381 человек. В городе Вилюйске 1097 человек. Это очень хорошая активность. Поэтому я думаю, что у нас проект пойдет хорошо в 2018 году. Павел Николаевич, ну вот как-то изменится финансирование, инициативное бюджетирование в 2018 году? Ну вот мы и так с 32 миллионов 2017 года увеличили до 500 миллионов рублей. Это очень значительная сумма. С учетом того, что пилотным проектом у нас было всего 5 муниципальных образований, а сейчас на всю республику. То есть нам нужно вначале 500 миллионов будет провести, освоить собрание. Ну, собрание уже провели, все заявки оформить. А дальше будем смотреть, может быть, внедрять данный механизм, именно спрашивать население, мнение населения, что бы они хотели видеть в населенном пункте. Кстати, что население вообще больше всего волнует их? Какие вопросы? Население, конечно, в первую очередь это места массового скопления, где они там проводят мероприятия. Это вот дома культуры, где они часто собираются. Обустройство мест проведения национального праздника СЭХ тоже проводят. Дорожные работы, ремонт дорог, небольшие мест, и водоводы. Павел Николаевич, большое спасибо, потому что пришли, и беседа была действительно интересна. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что вы смотрели актуальное интервью, а сегодня гость нашей студии был первый заместитель министра финансов республики Саха-Якутия Павел Богананов. Оставайтесь на нашем канале, будьте в курсе всех событий. Удачного вам дня! До свидания!